так пацаны вообще ребята конец овочка видео то тачка уехала у нас эффект дежавю так парня ту тачку короче отдали уже саней пришла такая самая такой же самый удар в принципе похож крыло но это тоже все меняться не будет это все надо рихтовать задняя дверь передняя дверь немножко здесь внутри арка вот я думаю видно заломанная бампер надо паять тут капот надо покрасить с этой стороны принципе эта сторона целая эта сторона целая так парни всем привет это уже второй круз который заехал после того который был ударен и в среднюю стойку взад этот ударенный только взад что было сделано вчера второй день работы над крузом потому что вчера только зашли деньги на материалы наш поплевочки на все эти вещи поэтому только начал вчера начал делать и сегодня второй день вчера не показывал это арка все было завернуто сюда отстучал ее на место это стучу потом когда поменяю вот это рем ставка короче я решил мы с менеджером позвонил и менеджеру говорю менеджер это если что на минуточку то человек который гоняет не машины позвонил говорю фигня будет давай купим рем ставку на нее чтоб я у меня споттера просто нету пацаны споттер надо срочно споттер стоит вместе в тот видосе я первый видос снимала лишь он там около 6000 стоит он на данный момент он уже стоит 8000 то есть там месяц прошел 8000 уже стоит паша доллар растет все растет в стране война как бы ну это понятно что сделано тут чуть-чуть подтягивал тут была сильная вмятина туда тут тоже вытащил но но все страшно такое конечно можно было бы шпаклянуть вот это все ну пацаны на шпаклевки мир не строится мне проще как сварщику мне проще вырезать кусок рем вставки вот сюда ну вот так вот арка продается в раздю запасом 10 сантиметров то есть где-то она будет меняться вот так вот вот так вот это будет меняться или вот так даже но она придет я покажу вам заказа значит сюда прям ставку сюда двери дверей не будет двери надо идти делать эти двери делать споттера нету заказал подушку которая вставляется туда качается или кто возьмем чтобы дверь назад хлопнула будем потом я наш поклевать восстанавливать порог вытянул тоже приварился так вот и вытягивал 10 тонн гидравлика здесь от удара даже но это не то что я там вот просто разошелся металл порвался здесь порвался и здесь вот так вот порвался металл тоже двери и тут тут хлопнули он немножко хлопну на ней даже тормозов немало трубки пацаны висят шланги нету короче сюда трос с ручника вот валяется короче тоже то такое дело разобрал карту разобрал карту короче чтобы выдавить подушку встать подушку сегодня заказал подушка завтра будет передние двери тоже видно на блик если я камеру положу я просто не знаю видно какие вот здесь вот в этом районе об вмятины их тоже надо будет под выровнять немного и поставить дверь на место по что еще было сделано а бампер язык паял тут лишь был разрыв бампера по моему на том видосе про тот круз когда мы этот тот отдали этот взяли такому я показывал повреждения сейчас я уже все запаял нанес микрофибру и потом нанес уже зачухал микрофибру за нанес эту легкую шпаклевочку сейчас тоже чуханул под машиночку под 180 и бампер будет краситься вот так вот так будет бампер краситься вот ну плюс-минус где-то так царапина какая-то может вот так вот в ребров это краска вот так вот допустим потом вот так лаком там все дальше сполируется до свидания крыло будет после сварки после сидела краситься вот так ну и проем соответственно соответственно и проем и передние двери краситься менеджер сказал у хозяева заказчица вот это денег нет на машину вот это сказал не трогать блин честно говоря пацаны ну я наверно все равно возьму проявлю инициативу и так вот покрашу ей чтоб она ну хоть на машину было похоже тут красить надо и банк по капот буду готовить капоту здесь небольшая мятинка сейчас разработаем вот так и капот тоже буду так вот как-то база а потом вот так он будет лак наброшенный и все будет располировано и все весь капот красить никто не будет вот такие планы дальше будешь это интересно включимся придет им ставка будем менять я пока готовлю грунтую бампер сейчас потом надо капотом сегодня еще позанимаюсь все дальше включимся там видос в том видосе про круг за я говорил пацаны за шпаклёг уж и чистится хорошо 180 наждачка на брусочки на маленьком просто ну хочу показать как она чистится я даже не давлю просто вожу бруском туда-сюда то есть легенько все вычухивается довольно таки легко ну все парни я дальше шпаклю чищу потом включимся если что-то будет интересно сижу пацаны паяю бампер короче и вспоминаю тоху моего лютого подписчика тоха привет тебе братан а чё вспоминаю сейчас приколю смотри тоха какой тут усилитель бампера алюминиевый глянь какой на протяжении всей машины я думаю тоха ты сказал давай сдадим жеки блять я сюда какой-то брут бы варили квадратную трубу блять алюминий бы блять сдали ладно блять варю дальше бампер вот такие крепления попаял пацаны пошли не вообще оторваны эти уши повыкидывал сейчас вот это крепление надо восстановить припаял подшпаклевал где были порки сейчас буду подарок готовить так что включимся пацаны все тоха тебе привет братан пацаны вообще ребята пошпаклевана пошпаяна загрунтована грунт белый под цвет машины ну это почему все перечухиваться так наполил сюда три-четыре слоя что сделано за сегодня и капотина капотина тоже тут бломятина также красится будет ну чуть дальше так может краска вяжет и лачоку то можно конечно и полностью капот покрасить но тут такие сколы по всему капоту каждый скол разрабатывать это ну а так вот протирал такие сказали кусочек покрасить кусочками покрасить зачем проявлять инициативу если инициатива наказуемо все всем до завтра завтра включимся так пацаны вообще ребят поработал споттером все понравилось фото бомбезная вещь у кого нет еще споттера пацаны покупайте рекомендую споттер 2500 обзор мини обзор есть на канале так версию тут поставил все остальное под шпаклевочку ее сделал пойдет поехал только что на почту сгонял взял мне пришла рим ставка вот сюда ну как бы можно и споттером выровнять понимаете когда споттера не было я сваркой просто варил с полуавтоматом тяну вот эти нет это же споттером сегодня пробовал вот эти все вещи не олег короче зачем она нам надо если мы с вами сделаем нормально этот кант нормальный заводской будет вот она так станет там бампер надо шутить сейчас откручу покажу короче пацаны по стандарту шона же гуляешь она все эти машины не подходит и запчасти поэтому надо будет все прогонять самостоятельно самостоятельно то что будем завтра врезать варить где творить где надо но она похожа на на не чуть-чуть не такая прямо так аж идет а тут она более ровно его надо натягивать чтобы натягивать надо там прорезли короче короче это все завтра все всем включимся споттер огонь пацаны вообще ребята наварил сюда петельки вот эти хотел сделать мост чтобы вытащить короче еще беде получается теряет только время сейчас вот так вот наверно вот это все вырежется выброситься с новой арки вырежем кусочек и сюда сделать сейчас я пробью споттером кант пройду так вот весь тут все мятины по выравниваю не буду эту часть менять она в принципе нормальная заводская не хочу ее срок а вот этот кусочек отрежем он у нас есть заменим и все выделим порог сделал такую фигню себя приспособу короче мост типа надо будет еще его доработать ну поняли в чем прикол что вот допустим у нас мятин вот здесь ну и вот так ставим тут соответственно зацепились а уже привалились там что надо и крутим винты вытягиваем мятину короче это буквально за полчаса я только что сообразил потом думаю нафиг надо машиной заниматься потому что ну играться можно до утра ладно пацаны дальше включимся а я споттерю пока ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подгоняю тот кусок... Будем потом вот так вот вываривать... Все, всем пока, включимся потом... Так, пацаны, вообще, ребята... Вот так вот приварил этот кусок... Арки, тот, что мы сюда вварил... Ну, еще не швы, ничего не защищал... Аккуратненько потом вот так вот все чистится... И получится вот такой бортик, как здесь... Вот тут еще не приварил... И тут непонятно, что делать с этими всеми вещами... Порох этот, блядь... Тут вот тоже вот такой все какой-то пляж... А что делать, пацаны... Вот так вот... Завтра заварю... Где будет складка... Если видите, потому что металл растянулся... Буду разрезать, а потом сваривать... И его надо, наверное, не сваривать... Его надо туда натянуть сначала... Потому что... Вот если встык, то видите, тут не хватает... Вот 5 миллиметров где-то... Вот тут вот... Вот эта часть больше, чем вот эта... Надо ее натянуть, чтобы вот эта вровень стала... И прихватить... Тогда будет нормально... Прихватил вот сюда змейку еще... И, короче, своей этой приспособой... Потому что камера сдохла... Короче, я вам не снимал... Не получилось снять... Сейчас пришел в гараж показать уже... Выполненную работу... Вот этой штукой своей... Мостиком вот этим, который я делал... Зацепился вот сюда... Мостик поставил... Сюда-сюда... Чик выйти подтянул... Тут тоже подтянул... Аж оборвало... Тут тоже... Короче, завтра еще будем заниматься и крылом... Потому что крыло надо... Начало тут... Хлопать... Тут надо металл или осадить... Да, наверное, я возьму споттер и осажу... Вот эту точку... Вот тут раз... Или наоборот поднять... Ну, короче, я посмотрю... Прикину... Хер к носу... Потом зафальсую марку завтра... Чего колесо поставил... Чтоб нигде ничего не убежало... Потому что машина стояла на донкрате... И херен его знаю... Где-то перекос кузова... Чего-то я сейчас заварю... А потом будет... Жопа... Теперь уже... В принципе, тут прихвачено... Все обвалино... Можно поднимать... Это на донкрат... Снять колесо... Обстучать арку... Чтоб мне не мешало... Но это уже будет все... Завтра... Завтра буду это все делать, пацаны... И по факту мне останется самого сложного... Это... Вот этот... Заварить... И в принципе, все... Я шпаклюю все это... А... Не все... Еще передняя дверь... Тут надо снять краску... Вот эту... Тут вот мятина такая... Сейчас вам покажу... Напильничек есть... Ну, видно там... Небольшая такая... Ее, конечно, и по шпаклю можно... Ну, сначала надо выровнять... Потому что... Вот эта заломанная сюда... Дверь... Ее как... Получается... Ударила... И отпечатала... Внутренний кант... Вот эту часть надо поднять... Получается... Или вот эту поднять... Ну, короче... Что-то надо поднять... Надо по той двери... Позавтра пойду... Посмотрю... Потом... Уже решим, что делать... Димончик... Вот... Напильник... У меня старый... Савдеповский... Видишь... Маленький... Вот такой... Мне надо чуть... Пошире... Ну... Сколько там... Пять сантиметров... Они и шли... По-моему... Савдеповские напильники... Ну... Чем шире... И длиннее... Они еще такие... Есть... Для чего мне напильник... Чтоб делать с него... Гладилку... Короче... Греется... Напильник... И выгибается... Вот так вот... Сейчас я нарисую вам... Короче... Вот... Напильник идет... И... С него же... Делается... Или можно... Что хочешь приварить... До самого напильника... Чтоб... Вот так вот... Вот он идет... И вот это... Вот тут... Короче... Такая штука... И тут... Тот же сам... Чтоб вот так он был... Напильник... Короче... Делал... Вот тут... Эта часть... Вот так... Согнуть... И... Получается... Ты берешь... За вот эту часть... Вот так вот... Глядь... А тут вот так вот... Получается... Вот тут держишь руку... А тут вот так вот идет... Гладилка такая... И ты... Гладилка... Вот так вот... ляп 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 и металл короче разглаживается но это узенький просто мне надо получается пошире димон и съезд пошире будешь ехать привезли все напильники сказал потому что димон спросил уже какие-то напильники я там в видосе за напильник говорил такие короче широкенькие поехал на базар там у деда деда говорит я только по субботам выхожу короче нашел одного деда за 40 гривен маленький но прикольно у него не очень была такая штука под ручку это я обрезал прошу нам не надо но к сам как напильник он неплохой но он у меня служит как и ректую и бью и забиваю короче не несет функцию как напильник все парни всем до завтра завтра продолжение димон Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok да и все на машину уже стало хоть похоже цены вообще ребята крыло грунтовано все грунтовано готова к покрасе смысле к покрасу сейчас буду готовить к покрасу перетеряющий спаялочку на машинке под 5 сотку перебью и все тут короче краситься буду так краска со мной все подлак тут краситься будет так пятнышко остальное все подлак все дверь подлак короче чтоб не делать не переходы ничего так будет я думаю лучше и быстрее все включимся пацаны вообще ребята готовлю готовлю короче под этот видать соседи уже так заебал короче своей машинка что блять как меня щетки на ней закончились то я шучу короче щетки закончились на машинке вот посмотрите якорь уже блять оплавился аж черный стал еще так нету сейчас достану разберу щетки поменяю якорь нулевочкой и дарну поставим будто на счет сто лет работать я уже обрадовался думал пизда машинке просто хочу себе новую 150 орбиталку там тоже денег стоит нормально шесть штук стоит ну получше чем вот это ну сейчас наверно отремонтирую видно не судьба еще этой поработаем все дальше включимся ажека пацаны работает вот щетки новые а старые вот одна вот столько осталось от щетки а вторая вот а я чувствую чувствую запах пацаны знакомый сгоревшим было уже начинает повальнивать уже изоляция я думал пылесос когда не машинка так ну что щетки сейчас кинем сейчас якорек надо пройтись скотч брать наверно пройдусь подшипник вот это тоже надо менять чем не надо мне не надо а якорь горячие пацаны нагрелся контакт хреновый тут наверное вы его якорь ладно сейчас будем шлифовать ну такие пацаны щетки тут стоят за незамысловатые получается сейчас получается пружинка вот тут стоит вот тут такая крепуха которая держится вот эта щетка не она защелкиваться щетка держатель и все так якорь отполировала так получилось за одну тех осмотр проведем сейчас везде пыль выдуем все это остальное вчера когда капот погрунтованы уже был я грунт перебивал 5 соткой и к позже было так отоплены пленкой и пленку намотала короче вот сюда падает заодно и пленку разобрал вытащил короче и пленку вытащил короче все по ходу движения конечно пацаны я машинка и гудю сразу вибрацию отсюда высыпается машина человек сказал не трогать я трогать и не буду хозяин барин сначала хотел сделать потом передумал во первых за это мне не заплатят во вторых промучаться потратить свой труд за спасибо тоже работать не хочется быстрее сделаем эту тачку быстрее возьмем следующие так пацаны вообще ребят я думаю видно надо шпалик этот полирнуть короче якорь прошелся короче скотч брайтом сначала зеленым потом красным сейчас желтым смотрите пацаны это слить блячок не сидеть не чухать воздух делает вещи помню на работе делать нехер было спинер сидел раскручивал воздухом а пока я блядь не разорвала скорости так шумлять пошел я пообедаю продолжим пацаны вообще ребята лак утра 400 и вот такое сколько крашу никогда не было никаких проблем не красил черные машины красные там синие этого нихера не ну нормальный лак как бы прозрачный машина белая сама по себе и на ней вот я лачил я думаю видно вот белая а вот зона перехода на желтизной лак желтизной и думаю видно я взял только шел лачок чуть-чуть на спичечку сюда нанес и посмотрел сюда он короче желтит вот я думаю видно этот момент желтит что делать сейчас берем наждачку тысячная перемотирую весь капот и все перелачиваю просто лаком сверху накроешь не было видно зоны перехода он будет идеально желтый как вся ну как весь капот что тут допустим там не видно двери но они белые опять же пошел лаком тем матерами из сравнивать с этим то будет видно тут зоне перехода тут не сильно видно на крыле ну по капоте просто пиздец как видно сейчас будем переделывать дальше включимся как парня перевозил капот зона перехода практически не видно но чуток видно надо его повернуть короче будет завтра приходит в огнях и будет в огнях в принципе все завтра полируем может завтра я отдал тут вся машина корч парня она вот видно если была дед под градом вот мятина одна какая-то где-то я еще тут видел на крыше кучу мятин и в том что на белом цвете в глаза не бросается вот если вот эту лампу словить допустим я думаю видно она вся под градом вся в сколах то крыло тоже помятая ну за него никто тоже скол и никто же не говорил окрасить скол и просто залачились и все крыло тут чуть-чуть ёбаная с бампером ну про это никто не говорил делать поэтому мы там делать не будем со стороны тоже порог уже пошел внизу тут порог все-таки рыжик был страшный такой его сильно не готовит просто взял ржавчину снял погрунтовал и сразу взял за этот закрасил и все вот так вот просто бонус сделал небольшой все парни ну так вроде вроде неплохо я так сказал вроде неплохо все наверно все в какой-то он на нее видите как после споттера тачка после споттера короче или после сварки я не знаю на на электролизовалась я когда машинкой шлифовал меня токому надо машинка бил ну как током не током а этим статическое электричество статика чисто и вот к ней липнет час вся эта херня пыль малейшего на вся вся намагничена вся и все все к ней липнет короче ты начинаешь присматриваться душ косяк какой-то раз блять эту пыль по машинке по орбиталки что мне сказал видосе все отремонтировал работает она нормально добил я орбитал кайф все короче ну все орбитал очка работает все без вопросов все парни включимся дальше так просто не тачка получилась а это та которая вторая все покрашено вытянуто даже этот танк нарисован искусственно и вот тут не было но все вмятое было красились пол крыла кусок бампера дверь полностью вот эта дверь так частично и капот кусочку там все пацаны дальше включимся дальше у нас в работе будет шевролет по чете там замена порогов и замена задней арки и покраска цвет конченый серебристый металлик придется тоже повозиться все всем пока подписывайтесь на канал пальцы вверх пальцы вниз всем пока